Маракеш Совершенно разрушенный султанов дворец, который был закрыт на реставрацию, но деньги за вход все равно за него брали. Ну и пожалуйста, буду снимать бессловесную тварь, тем более, что она все равно ничего не видит. Ага, вот нам Маракеш-то не очень, а у кого-то крышу-то снесло. Субтитры создавал DimaTorzok Несмотря на всю внешнюю романтичность, удовольствие это весьма своеобразное. Под хвостами лошади висят такие туалетные мешочки, которые наполняются в течение всего дня, а порожняются только вечером. Так что в зависимости от того, как повезет, милая прогулка может пройти в ненавязчивом сопровождении на Тор Парфюма. Однако долго смотреть город мы не стали, а сразу отправились в одно очень интересное и самое главное, как мне кажется, в Маракеше место, которое называется Сады Мажорель. Сады Мажорель Это настоящее царство теней. И хотя по советскому телевидению нас в свое время убедили, что они таки исчезают в полдень, здесь они не исчезают никогда и являются одним из главных элементов дизайнерской игры. История этого поистине ошеломляющего сада такова. В начале 20 века некто Жак Мажорель, французский художник и сын состоятельных родителей, приехал в Марокко в поисках экзотики, влюбился в страну, купил себе кусок земли на окраине Маракеша и остался здесь жить. Он решил заложить символический сад, для которого пригласил лучших по тому времени ландшафтных дизайнеров и собрал в своем саду растения со всех пяти континентов. Мы позволили себе, правда, усомниться в добросовестности дизайнеров, потому что не обнаружили ни березку, ни рябинку, ни даже куст калины или хотя бы плохенькую русскую елку. Зато экзотические растения, похоже, действительно прибыли сюда со всего мира. Многое, много тут всякой красоты. Вот, например, клевия оранжевая из семейства Амарилисовых. Хотя, совершенно не важно знать, как она называется. Она просто жутко красивая. Амария оранжевая из семейства Амарилисовых. Амария оранжевая из семейства Амарилисовых. Вот какие-то совершенно, на мой взгляд, удивительные растения, у которых цветочки растут из листиков. Хотя Марина сказала, что они как сорняки у нас в ботаническом саду растут. Но не знаю. После смерти Жака Мажорелли сады выкупил Ив Сен-Лоран, который построил себе скромный домик и, финансируя эти красоты, поддержал традицию Мажорелли, открывшего свой сад для широких масс. Широкие массы всем им до сих пор премного благодарны, и мы в том числе. Потому что сады Мажорелли, по-моему, были одним из трех самых красивых удовольствий, увиденных нами в Марокко, после Сахары и предгоря Высокого Атласа. Здесь собрана совершенно роскошная коллекция кактусов. Те самые рослые экземпляры возвышаются в высоту метров до трех. А самые толстые напоминают уже скорее Золушкину тыкву, когда та уже почти превратилась в карету. Смотри, какой большой партусик. И еще, в общем, все большие партусы, по-моему, а вот те шары ты снял? А не в тени. Совершенно роскошная бугенвилия. Ничуть не хуже, чем та, которая растет в Индии. Кстати, вот эта розовая красивая, это вовсе не цветки, а верхушки листьев. А цветки у нее совершенно незаметные. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»